Мы у всех, кто первым принимал, у всех большие четки. Когда большой обряд идет, она еще больше силы дает всем ученикам. Вот это сила. А потом уже потихоньку-потихоньку силы камнем нам не начали, давай синий, голубой берег. Потом уже посов пошел. Когда нам сказали, найдите посов, утром в 5 часов нас разбудили. Прямо через дом, одна семья жила. Мы говорим, тана герты посық бәне, посық афар еребен. Я говорю, манаду посық уға, ямарым посық. Я говорю, цаған ау, мадынткен, тана герты бәне. Бері сучка келіне посық кені. Мадынғын, шва бұры көпелеге жена. Тер шва бұраң кені, қалы не можу мөйт. Я взяла, я говорю, вот это же посох есть. И там шуды, огнен дарком, прям полгадын. И, гад, сто восемь чертышек. Я говорю, вот этот посох наш есть. Мы домой взяли, вот с того дня, всем ученикам силу давала через посох. И так же у меня появилась посох, синий камень, вот и керке. Музаева Галина Дарджиевна. Народная целительница с 1990 года. Республика Калмыкия. Преседатель местной религиозной организации буддийской общины «Возрождение» с 2001 года. Кандидат медико-психологических наук с 2007 года. Член врачебной палаты Южного федерального округа с 2007 года. Руководитель отделения Международной ассоциации специалистов оздоровительных практик с 2011 года. Стаж целительской деятельности более 20 лет. Автор ряда научных работ, публикаций, монографий. Автор семи книг, посвященных описанию и исследованию видов калмыцкой народной медицины. Решением ученого совета Музаевой Галине Дарджиевне присвоено профессиональное звание «Профессор народной медицины». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Я как раз играла на улице, и я смотрю, гуси все, все наверх смотрят, смотрят, а я вместе с ними стою, просто подняла руку и вверх сделала, в ладошку, и в это время прям луч какой-то. Вот мне мыша, прям на руку дали. Когда я держала, я ощущаю, как это солнце светит, маленькая, трехлетняя, и думаю, почему солнце светит, когда дождь идет. И только сказала это все. Я всегда вот это помнила, что у меня в тот день что-то давали. А потом уже через некоторое время, уже через два года, я увидела девочку, которая тоже сидела, плакала, уже цыганули. А тогда мы жили на точке. Девочка сидит, плачет, там в темноте вижу, под столом, а я рядом лежу и смотрю на нее. А я сама думаю, а почему ты плачешь? Она мне отвечает, прям плачет, плачет. Ну, а что она так плачет? И главное, я не сказала матери, что это все со мной происходит. Но однажды я увидела сон, когда захожу на кухню, там за печкой появляется, ну, голова змеи. Я думала, это змея. А я кричу, змея, змея. А он вылазит. Одна пара рук появилась, потом вторая, третья. Потом я выскочила на улицу, я кричу, как будто позову родителей. Они забежали, и потом в это время заходит моя тетка. Она говорит, что случилось? Я говорю, так-то, там змея, там мама, папа, иди помоги, выгони змею. И что интересно, она заходит, прям показывает, как она выходит в крови. Я думаю, что случилось с родителями, что ли? Она говорит, заходи. Я захожу в дом, прям, и говорит, что папка лежит, что мамка. А я открываю, они улыбаются. Я на них посмотрела, я говорю, вы живы? Спотела ее, на улицу побежала. Что интересно, вот я матери потом рассказываю, я же не понимала, потому что, когда я рассказывала матери, она меня всегда ругала. Никому ничего не говори, не надо, потому что тебя никто не поймет. А когда еще на точке, когда мы жили, я видела сон, как будто я нахожусь на том месте, где жили предки. Прям вижу, чувствую место такое, прям, сакральное, прям, воду такой чистой. И, главное, вижу, как будто были, видимо, соединенные дома были. И вижу, они разделенные. А потом уже через некоторое время я рассказываю матери. Я говорю, так, так, я там была. А мама говорит же, как могла быть там, когда ты спала? Ты, говорит, знаешь, во сне ходишь туда, бродишь. Ты же маленькая, я тебе, говорит, никуда не отпускаю. Это было где-то 2-3 года тоже. Ну, 3, после 3 лет, потому что после того я видела, после того сна, я видела уже этот сон, как будто я там. Видимо, астральные тела попадают там, где места наших предков. Но мы с отцом туда ездили. И именно это место прям показали. И отец, он видит, как будто он приходит туда и показывает ему место. И он же мне рассказывает, а я дополняю. Он говорит, а откуда знаешь? Я говорю, я в детстве там была. Как ты могла быть, если ты маленькая была? Потом оттуда мы переехали. Я говорю, папа, я там всегда была. И когда мы приехали, показали это место, папа вообще был в шоке. Он говорит, что ты за человек? Ты, говорит, никому ничего не говори, над тобой будут смеяться. В 90-м году я попала в Кёкше-город Володаруский. И Володаруский Кёкше говорит мне, ты должна, говорит, очищать землю. Ты должна, говорит, принять свой дар сама. Ты никуда не ходи. Оно придет. А я ему говорю, как я могу принять сама, если всем передают. Как я могу? Я говорю, дайте мне молитву. Он маленькую молитву мне дал. Я почитала. И ему же говорю, там лет усил. Он говорит, я тебе говорю, читай. И показал, как четкие пути. Через некоторое время он мне сказал, привези четкие и царанавы. Вот мы старое хавынское искусство нашли, и там царанавы. Вот он здесь сидит у нас. И что интересно, когда я вот приняла у него, я немножко успокоилась. Но я часто болела. Болезни одолевали. И сны. А когда уже Кёкше-городсом молитву взяла, я немножко успокоилась. А через некоторое время опять у меня пошло. Пошла Диалон Аркадий, он от Киевской Москвы, где-то там рядом был. И он мне сразу сказал, докшинц, докшинц, грудь взял. И он мне дал тоже молитвы. Потом я слышала, как он читает Харкели, и мне до того понравилось. Я думаю, я у него попросила, а он говорит, рано тебе. А у меня прям, мне прям хочется. Ну, я приняла через месяц царанаву, говорит, Харю, Карга, Эмбурхтюна. Собралась я эти, отвезла к Кёкше-то там. Пришла домой, ну, чё, бурхануга, чётки. Легла, прям на стене шу, Кёкшинц, царанава появился. И он, говорит, Каре, выходи. А у меня рядом дочка, я дочка взяла, вышла. Она, даже маленькая, идёт со мной. А потом ноги сами не стыдно. Выхожу, подхожу, и он стоит. Кёкшинц, прям царанав там сидит. Я удивилась, я думаю, а, царанавы. Спрашиваю, царанавы продаёт? Я говорю, да, продаём. Дайте мне. Купила, принесла, положила. И вот с того дня большая сила пошла. Я, отец вселенной, царанавы. С рассветом солнца хожу я в каждый дом. И в каждом доме творю доброе. И вижу белый алтарь, и на нём всех принятый бурхан. Радуюсь я в этом доме добродушью хранят. О будущем и прошлом думают всегда. Радостью и гордостью наполняется сердце моё. И сердце своего лучи добра, направляю я на молящихся вне детей моих. И от всего сердца я белой энергией добра наполняю я души и ваши дела. Желаю я со светлой душой своей идите по земле и творите добро. Наполняйте души молящихся, не помнящих родства со мной. И взор они свой спящий обратят ко мне и увидят меня. И проснётся вся земля. И дети её, живущие у ней, словно пронзённые золотом лучей, засветятся все молитвы моей. Ирят сразу цааган, дейштабят, дулан юргат, юягат, помолилась, прощения попросила. Просто кёксамбургтудыгы яхсын. Я говорю, это тоже не моя вина. Наверное, должна была услышать молитву, как он читает. И харкель, как он читает. Вот это покой не давал. Где мне найти харкеля? Он меня утром разбудил на следующий день. И говорит, езжай до сестры. Я говорю, что там делать? Урюмер 7 часов. Ладно, поехала. Приезжаю к ним, а на дворе у Юнда, прям, видимо, дети занимались, и мы оставили на улице. Прямо Юндер. Но у меня в чеках, я захожу и ругаю сестру. Я дихоньку говорю, ну, как захочет. А сама еще не смотрю, что там. Я говорю, кто бросил? Она говорит, а, девчата приезжают. Они поступают. Наверное, Юягат, сейчас они на их зале ушли. Они, наверное, оставили. Я открываю, и там Харкель. Я взяла тетради, общую тетрадь, как будто знала, общую тетрадь с собой взяла и все-все переписала. Переписала в Харкеле, потом, говорит, Буя Тачау. Вот это все-все, что там было написано, все переписала. Я говорю, это зачем мне? Загнир Хамедхич. Приехала домой, как начала читать, 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 изучать вот это Юнума. И мне говорит, что я не могу остановиться, утром садилы, это Харкель. До сих пор вечера. Они сутки читали. Диа Целуын Бурхында, Кокшинцыган Ауэлдан, Дельканизмцыган Ауэлдан, Муцагандерттан, Мурцерванедан, Махағалдан, Маллау Бурхында, Бурхын Мақштан, Кынтенгертан, Мадо Ширидан, Алла Китишвартан. Зоуныкл кегендайямында, Маллау Бурхында, Маллау Бурхында, Новандерстан Ариябалдан, Яма Бурхында Зай Пандеттан, Ванадададар Марил Пайдан, Тун Тартан Бадма Самхалдан, Раиндан Пейхмандан, Несуста Махамеда, Майесейдан Матрумстан, Николай Кудатурстан, Дөріңізген Зайын Сәкесіндә, Эзьяны Зайын Сәкесіндә, Хазурусына Зайын Сәкесіндә, Мерлдженә, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...